Следующий это лук-кази. В прошлом году он был 1001. Это белый лук, это салатный лук, он сладкий, в нем практически нет воли, он сочный. Точно так же, как и Зен, у него срок вегетации идет 100-110 дней. Опять же, по белым лукам есть проблема уворачивания такая. Если он перележит на поле, то появляется зеленое основное. В основании, когда убирается перо, ложится перо высыхает, то может появиться зеленый пятер. То есть белым луком его нужно вовремя убирать. Если указано в каталоге срок вегетации 100-110 дней, то желательно позже 100 дней его с поля не убирать. То есть, если он не пошел в срок вегетации, люди, что его высохло, то его готов к уборке лучше сразу выбираем. То есть, на поле его лучше не передерживать, но это особенность всех белых лук. Это получается, ну, за счет того, что продолжается фотосинтез, он начинает немножко снижаться. Потенциальная угрожайность у него чуть выше, чем у синего лука. Это приблизительно около 100 тонн зимпатограмм. Для цветных луков неплохие показатели. Опять же говорю, сладкий лук, хорошее количество сухих веществ. Мы, получается, по лабораторию показали, ЗЭН показал 12% бриксов, а ЗИЛа показала 10,2% бриксов. Для лука это неплохо, но так как это сладкий лук, он с очень сладкой, то не горит. Для хранения он не подходит. То есть, если лук для свежего рыбка, для продажи непосредственно с поля, он может полежать, но максимальный срок хранения – это до января месяца. Желательно до новогодних праздников. Если кто-то хочет его похоронить, желательно его продать. Потом начинаются проблемы с хранением, он начинает течь. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки!